Я вам кое-что сейчас расскажу, а вы подумайте. Был я в Пекине недавно, так вот город очень большой. И в этом городе, наверное, магазинам всяких много. Так вот, чтобы не бегать по магазинам, китайцы мне и посоветовали. Включи интернет, возьми в себе все, что нужно, и дешевле в разы, и получай удовольствие от Пекина, что я сделал. То бишь мысль правильная, нет ни аренды, нет продавцов. По сути, один бухгалтер и все. Это про интернет, теперь про место. Вот у меня тоже самая ситуация возникает. Я везде-везде-везде-везде-везде-везде хожу и не понимаю смысла. То есть, когда люди говорят, что у них бешеная аренда, я говорю, ну так возьмите себе небольшое место, правильно? Ну, как здесь, к примеру, где находится железный шкаф. Сумма небольшая, зато вы начинаете работать, используя интернет. Все прекрасно понимают, что такое интернет. Я бы это вам продемонстрировал после Китая. Мне в Китае сказали, ты можешь все это дело покупать, ну там, допустим, аппаратуру, но по цене вопроса. Гораздо проще через Алиэкспресс заказать и все будет по нормальной цене. Здесь то же самое, но только вы видите, каков результат. А результат исключительный. И люди, и они про это тоже говорят. Почему вы сюда пришли? Потому что везде-везде есть стулья, да? Но везде-везде есть ценники. А здесь вы просто заказали, подождали, вам привезли. Да, вы правы, здесь намного дешевле, чем везде. Я прекрасно понимаю, стулья какие вы взяли себе? Кухонные стулья стандартные абсолютно, как есть везде. Но везде они на порядок дешевле, на 500, на 1000 рублей. Это все-таки выгода. Это выгода, да. И причем здесь за 1000 рублей можно купить готовый стул, а не просто каркас, как где-то. Плюс к нему нужно еще сиденье там отдельно заказывать. Здесь готовый стул за 1000 рублей. А то, что подождать не сильно сложно для вас? Один день. Всего-то? Да, доставка до подъезда бесплатна. Ну, я вообще являюсь постоянным покупателем железным шкафом. Мне что нравится? Цены всегда адекватные. То есть, вот несколько раз сравнивала, покупала там и урны, и стулья, и коптильню, там, я не знаю, столы, почтовые, ящик покупала. Все сравнивала цены. Ну, как обычный покупатель, всегда все сравнивают. Цены намного ниже. Порядка 20-30% ниже, чем в других магазинах. Давайте я пересчитаю. То есть, что вы покупали, да? Это минимум на 20 тысяч рублей. Ну, даже больше, наверное, да. Муж брал для колес, там, стеллажи себе в гараж. То есть, как бы, цены тоже понравились ему. И выгода, получается, 5-10 тысяч рублей. Это очень полезная штучка-то. Да. И самое главное, много всего, что-то понадобилось, сразу знаешь уже, куда обратиться. То есть, в компании «Железный шкаф» действительно огромный ассортимент. Есть очень много полезных вещей. То есть, то, что я там перечислила, это там одна очень маленькая часть того, что там есть. А теперь покажем то, что есть. Да, железных шкафов тут много. Но это не только шкафы, по сути. Что такое шкаф? Стальные двери и ворота на защелке. Но давайте определимся, какие это шкафы. Взять, к примеру, почту. Тоже железный шкаф. Взять, к примеру, сейфы. И они тут есть. К слову, о кашпо. Ну, так называется то, куда девается мусор всякий. Чтобы понятно было. Так вот, посмотрите, сколько их. В свое время у нас везде стояли пингвины. Где они? Тут по городу носишься, кашпо не найдешь. Так вот, возьмите себе эти кашпо. Да, и к слову, о стульях. Есть и такие. И вы это можете заказать. Теперь вопрос сроков. Вы знаете, ну, купив даже несколько вещей в железном шкафу, а проще еще и одну вещь, но, к примеру, взять себе стул, я могу себе позволить залить полный бак газа и ездить. А что, если я себе возьму чуть-чуть побольше? А что, если я себе возьму сейф здесь же, так я буду кататься на машине несколько месяцев? К слову, о ценах. И, если честно, я подожду, если что. Работать прямо рядышком с обувной фабрикой, да? Обувную фабрику знают все, да? Вы продаете стулья и вообще железные шкафы, да? Почему вы работаете через интернет? Насколько это выгодно для обыкновенных клиентов? Ну, для обыкновенных клиентов это выгодно тем, что в себестоимость не закладывается. Какие-то дополнительные плюсы к цене. В том плане, что нам не нужен кладовщик. Не нужно иметь большой штат менеджеров. Не нужно платить огромную арендную плату. То есть, все это, получается, не добавляет в стоимость товара свои плюсы. То есть, это получается дешевле намного и выгоднее для простого покупателя. Мы можем предложить качество по более доступным ценам. У нас огромный ассортимент товара. У нас есть гардеробные металлические шкафы, стеллажи металлические, сейфы, оружейные сейфы. Сейф вообще очень большой спектр. То есть, есть взломостойкие, огнестойкие, мебельные сейфы, встраиваемые сейфы. У нас огромный ассортимент сейфов. Мы можем предложить огнестойкие, взломостойкие, мебельные сейфы. Сейфы для дома, сейфы для офиса, для банков. То есть, у нас огромный ассортимент оружейных сейфов. То есть, если вы в каких-то сетевых магазинах можете приобрести этот сейф за 15 тысяч рублей, и у нас вы в половину меньше заплатите. Плюс бесплатная доставка до подъезда. Адрес у нас очень легкий. Запомнить нас легко. Мы находимся в центре города, возле обувной фабрики. Проспект Ленина, 89, страйние 9, справа. Сайт у нас тоже очень легкий. Русскими буквами вы буквально пишите в поисковой строке. Железный-шкаф.рф Теперь про местные. Мы говорили, обувную фабрику знают все. Теперь это центр какой-то по проспекту Ленина. Так вот, чуть-чуть далее, и вы поймете то самое место, и это центр города. О, как! А я-то думал, что вас придется куда-то далее отправлять. Центр города, проспект Ленина. Все, что нужно, и задешево. Вы можете купить в железном шкафу, переплачивая. Как вам такие вещи, а? Понятное дело, что работать с нами очень хорошо и выгодно. То есть мы готовы вам предложить, уважаемые наши продавцы любых товаров, схему взаимозачета. То же самое, и это то же самое возможно. По одной простой причине. У вас нет денег на рекламу. Но зато у вас есть товар. Представляете, у вас есть товар. Так вы можете поделиться и получить самую замечательную, замечательную и исключительно мою рекламу. Потому что мы работаем, и мы даем вам возможность существовать. Как мы продемонстрировали это для компании под названием «Железный шкаф». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!